Эфир телеканала ОТС продолжает программой экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. На момент прибытия первого пожарного подразделения полностью горела квартира. Сразу два похожих ЧП на одной улице. В огне погибли курильщицы. Как в фильме, полиция ищет старика-разбойника. Этот вопрос нужно обязательно вскрыть, этот гнойник, и восстановить справедливость, и восстановить законность. Дорогое жилище. Общественники и правоохранители требуют проверки коттеджа ученого. Начинаем по традиции с пожаров. Сразу несколько огненных ЧП произошли в Новосибирске на выходных. Особенно жарко было в Кировском районе города. Есть жертвы. Вечером в субботу огонь занялся в высотке на Затулинском жилмассиве. Пожарных вызвали жители дома. Когда спасатели оказались на месте, из окон одной из квартир на восьмом этаже вовсю шел густой дым. Горели мебель и вещи. Спасти хозяйку жилья не удалось. Скорее всего, она задохнулась еще раньше, чем ЧП заметили соседи. По предварительной информации, женщина стала жертвой собственной беспечности. В ходе проведения аварийно-спасательных работ под завалами была обнаружена погибшая женщина, личность которой устанавливается. В ходе проведения доследственной проверки сотрудниками отдела надзорной деятельности отрабатывалось несколько версий причин пожара. В том числе, неосторожность при курении самой погибшей. Точно такая же история произошла в другой девятиэтажке на Зорге в пятницу. Там хозяйка квартиры тоже уснулась с непотушенной сигаретой и уже не проснулась. Все помещения, жилища были забиты хламом. От едкого дыма едва не пострадали и соседи-женщины. А в субботу на улице Немировича-Данченко загорелась бытовка на стройплощадке. Скорее всего, произошло короткое замыкание. Восемь спасателей тушили пламя почти полтора часа. И в итоге к половине 12-го пожар был полностью ликвидирован. Судя по фотографиям, которые размещают в сети жильцы дома на сибиряков-гвардейцев, там снимали как минимум фильм ужасов. По некоторым данным, в субботу глубокой ночью повздорила нетрезвая компания. В полиции факт поножовщины подтвердили. Известно, что пострадавший получил ранение руки. Кстати, разборки вели близкие родственники. Скорая на месте оказала первую помощь, но в больницу никто не поехал со слов соседей. Все отправились дальше отмечать выходные. А сейчас внимание, розыск. Ориентировку на следующего персонажа мы уже показывали в эфире. Мужчину так и не нашли. Зато в его криминальной биографии, похоже, появились новые эпизоды. Посмотрите сюжет. Может быть, вы сможете помочь следствию. 20 ноября примерно в 20.00 в офис микрофинансовой организации, которая расположена на Карла Маркса, ворвался этот мужчина. Угрожая предметом, напоминающим пистолет, он забрал больше 5 тысяч рублей. И, видимо, добыча не устроила налетчика, так как несколько дней спустя он же засветился в объективе камер во время совершения другого преступления. У кредитчиков с улицы Новосибирска неизвестный похитил 3 тысячи рублей. Подозреваемый в розыске. Если вам знаком этот человек, позвоните. Телефоны на экране. Двое хакеров из Новосибирска украли 10 миллионов рублей у барнаульских бизнесменов. Вскоре фигуранты, которых обвинили в мошенничестве, предстанут перед судом. Дело уже утвердил прокурор. Технически подкованные злоумышленники незаконно получили доступ к коммерческой электронной переписке потерпевших. Так они узнавали о будущих контрактах. После этого во всех договорах представляли платежные реквизиты своих фирм-однодневок. При этом аферисты блокировали поступление электронной почты от реального поставщика. Документы подделывали так, что распознать фальшивку по удаленному доступу было невозможно. Продолжаем программу. Как академик коттедж получил в советском районе Новосибирска. Вот уже несколько лет не утихают споры по поводу приобретения бывшим председателем СОРАН Александром Асеевым право собственности на дорогой объект недвижимости. К делу давно подключились правоохранители. Однако следствие и по сей день продолжает топтаться на месте. Эта история тянется уже почти 10 лет. Еще в 2009-м в верхней зоне Академгородка на улице Мальцево расселили старый коттедж, предназначенный для проживания ученых. Вскоре на участке началось масштабное строительство. По документам ремонт. В реальности прежнее здание фактически снесли и на его месте возвели трехэтажный дворец общей площадью почти 600 квадратных метров. Стоимость материалов и работ составила по некоторым данным 20 миллионов рублей. У ученых и обычных жителей Академгородка это вызвало немало вопросов. При строительстве шло бурное обсуждение и дискуссия в том числе и между покойным академиком Накаряковым, который был собственно инициатором прихода к власти академика Асееву, который его обвинял в том, что он конкретно нарушает и принятые нормы, и закон при строительстве этого коттеджа. И он обвинял его в намерении приватизировать этот коттедж. Асеев обещал, что этот коттедж будет построен для сибирского отделения, а не лично для него. Академику поверили. Сначала Асееву предоставили еще строящийся объект в качестве служебного жилья как директору института физики полупроводников. Когда коттедж был готов, с ним уже заключили договор служебного найма жилого помещения. Причем новоявленный хозяин зарегистрировал там свою дочь Ольгу, которая в то время проживала во Франции и явно не нуждалась в крыше над головой. Как, впрочем, и сам Александр Леонидович, владевший вместе с женой квартирой в 100 с лишним квадратов. А дальше в 2014-м через суд был заключен договор социального найма, за которым последовала и приватизация на имя Ольги Асеевой. Запутанным квартирным вопросом заинтересовались люди в погонах. Было установлено, что все финансирование капитального ремонта данного объекта было осуществлено из средств федерального бюджета. И все разрешения на выделение данных средств были подписаны непосредственно Асеевым Александром Леонидовичем. Документы передали в СК, однако с тех пор прошло уже несколько лет. По нашей информации, в ближайшее время скандальное дело сдвинется с мертвой точки. Следователям комитета предстоит выяснить не только, каким образом служебное жилье для ученых превратилось в элитный частный коттедж, но и как в предоставленных в суд бумагах появились подписи Ольги Асеевой, которая к тому моменту так и не вернулась в Россию. Мы будем следить за развитием событий. Анна Скухлянит Лишенко и Алексей Зубила. Экстренный вызов. Сибиряку грозит крупный штраф за продажу арестованной приставами машины. По документам, 38-летний житель Каргатского района Новосибирской области был должен знакомому 70 тысяч рублей. Деньги отдавать не спешил. Тогда приставы арестовали его небольшой грузовичок. Но «Газель» оставили у владельца. Этим и воспользовался должник. Он продал машину для разбора на запчасти. В итоге, спустя время, сделку признали фиктивной. Фургон изъяли и возбудили уголовное дело. Махинатора могут посадить года на два. В Новосибирске расследовано уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина. Под статью попал 29-летний местный житель, который, будучи лишенным прав, сел за руль. Все произошло 2 апреля в 3 часа ночи на Ипподромской. Ниссан «Скайлайн» вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Део Лачети. Сильнейший удар пришелся в пассажирскую дверь иномарке. Саму машину буквально разрезала вдоль по капоту. Остановил Ниссан столб. Тогда троих пострадавших увезли на скорой. Пассажирка Део скончалась. Очевидцы еще на месте аварии уверяли, что виновник был пьян. Тем не менее, в обвинительном заключении таких фактов нет. В ближайшее время материалы передадут в суд, где рассмотрят уголовное дело по существу. И последнее. В преддверии выходных неизвестный оставил сразу нескольких автолюбителей Кировского района без возможности передвижения на своих авто. Ночью возле дома по адресу Сибирьков-Гвардейцев 36 были сняты аккумуляторы с семи машин. Одна из камер уличного видеонаблюдения запечатлела момент двух краж. На кадрах видно, как мужчина сначала подходит к кроссоверу, достаточно быстро открывает капот и снимает батарейку. После чего направляется к другому автомобилю, прячется за газелью от проезжающей мимо машины, затем берется за Волгу. С двумя аккумуляторами в руках спокойно он садится к своему подельнику и уезжает. На этом все. Если вы стали очевидцем преступления или происшествия и сняли все на камеру, присылайте видео нам. Мы обязательно покажем его в эфире. Телефон редакции прежний 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин